День независимости Инга Сергеевна Завгородняя, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы культурой по делам молодежи Гомельского облсполкома. В 2003 году окончила Белорусский государственный университет культуры. Трудовую деятельность начинала методистом в Гомельском областном центре народного творчества. С 2011 по 2014 год работала здесь в должности заместителя директора, заведующая отделом любительского творчества и культурно-досуговой деятельности. В 2014 году возглавила отдел культурно-просветительской работы управления культурой главного управления идеологической работы культуры по делам молодежи Гомельского облсполкома. На нынешней должности с 2017 года. Задать вопросы Инге Завгородней можно прямо сейчас, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Инга Сергеевна. Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер, телезрители. Это лето оказалось не таким богатым на культурные события, как это было раньше, но они есть и значимые. На прошлой неделе в Мозере после реконструкции открылся театр имени Мележа. Событие долгожданное. Какие планы сегодня у творческого коллектива, который наконец-то вернулся в родные стены? Да, Ольга, действительно, вы абсолютно правильно отметили, что событие долгожданное. А долгожданное оно с 2013 года. И, конечно, когда такой коллектив обретает дом, причем дом со всеми удобствами, я бы сказала, конечно, глаз горит у творческого человека. Административный аппарат готов браться за абсолютно любые смелые идеи, поэтому планов много. Но, конечно, надо еще осознать и привыкнуть к тому, что этот дом наполнен еще и достаточно такой серьезной техникой, которой тоже нужно научиться пользоваться. Поэтому, конечно, планов много. И планы эти должны, так сказать, соответствовать начинке этого учреждения. Коллектив будет пополняться? Потому что теперь, наверное, работы у них будет много. Зал серьезный, нужно заполнять. Зал серьезный, зал с балконом, зал очень камерный, очень такой театральный. И, конечно, безусловно, пополняться, скорее он будет меняться, поскольку за эти годы, к счастью, трупа сохранилась. Она не просто сохранилась, она еще и приобрела молодые кадры, что очень важно. Поэтому, конечно, конечно, будут работать в полную ногу. В пятницу мы будем отмечать День независимости, главный праздник белорусской государственности. Что он значит для вас? С таким вопросом наши корреспонденты обратились к людям на улицах города Гомеля. Давайте услышим их ответы. Это праздник. Это освобождение Белоруссии, нашей от немецко-фашистских захватчиков. Хочется поздравить ветеранов, пользуясь случаем. Ну, а вообще День независимости. Ну, наверное, хочется сказать, что, наверное, наша республика свободна, красива. Вообще мне нравится наш город, вам скажу. И в любой праздник он такой нарядный, красивый. Жаль, конечно, что сейчас у нас обстоятельства такие не совсем хорошие. Но, тем не менее, это еще плюс и выходной день. Это что для вас значит День независимости? Ой, ну, независимость – это и есть независимость. Одно слово говорит об этом. Так что все замечательно, что мы независимы. Независимость нашей страны от каких-то внешних факторов, значит, ее самобытность, так сказать. Ну, независимость, я считаю, у каждого человека, его личная внутренняя свобода. Я хочу вам сказать, что День независимости, ну, это для меня как День Победы. Это освобождение, во-первых, Белоруссии. Ну, если так приурочили этот день вот к этому, я считаю, что это хорошо. Это святой праздник. Для страны День независимости – это самостоятельное принятие каких-то решений, касающихся внешней и внутренней политики страны. Проводить независимую внешнюю политику, экономически независимость. Вот, собственно, по-моему, два составляющих. Суверенитет, независимость и свобода – Белоруссии – важнейшие государственные ориентиры и ценности для всех нас, как для граждан своей страны. Инга Сергеевна, поделитесь, пожалуйста, вашим мнением, что для вас важно в этот день. В этот день важно все. Я, как работник культуры, буду очень переживать за то, чтобы все мероприятия, которые мы планируем в этот день, они состоялись и прошли на высоком уровне и соблюдая, естественно, все эпидемиологические требования. Но вообще, конечно, День Независимости, День Республики – это государственный праздник, наверное, который должны уважать все жители нашей страны. Поэтому это важный праздник. При составлении программы одно из главных требований, которые в этом году пришлось учитывать – это, конечно же, требования безопасности. Подробнее о том, что можно будет увидеть в городе Гомеле и в чем принять участие – далее в нашем сюжете. До Дня Независимости – 72 часа. Этому празднику в следующем году исполнится 30. Сначала его отмечали не 3-го, а 27-го июля в честь принятия Декларации о государственном суверенитете БССР. Через пять лет в 96-м День Независимости перенесли на 3-е июля. Это дата освобождения Минска от фашистской оккупации, и Беларусь стала единственной из республик бывшего СССР, которая День Независимости отвязала от распада Советского Союза. 3-е июля – государственный праздник. Ключевое событие этого дня – военный парад. Его дополняют сотни торжественных и развлекательных мероприятий, которые проводятся буквально в каждом уголке нашей страны. Увы, в этом году пандемия нарушила много планов. Но празднику в любом случае – быть. Да, он не станет настолько масштабным, как в прошлые годы, но, несмотря ни на что, соберет людей, для которых суверенитет, независимость и свобода Беларуси – самые важные государственные ориентиры. Самый важный день для любого беларуса, и для меня в том числе, потому что это тот праздник, который олицетворяет сегодня независимость нашего государства, нашу самобытность, нашу историю. Это тот день, когда вся нация должна объединяться, и она объединяется. Потому что, во-первых, мы в этот день вспоминаем тех героев, которые добивались этой независимости и сражались с немецко-фашистскими захватчиками, и освобождали Республику Беларусь. Мы посещаем места памяти и возлагаем цветы. Это очень важный исторический момент, который мы должны передавать нашему поколению. Хотя до праздника еще три дня, торжества уже проходят. Например, в Мозере после реконструкции открыли театр. И горожане очень ждут начала спектакля. Важные события намечены и на ближайшие дни. Сами же церемонии начнутся в четверг, 2 июля. На Аллее Героя в Гомеле пройдет митинг и возложение венков и цветов. Автомобилистов в этот день ждет открытие после ремонта улицы Шевченко. 3 июля, День независимости, начнется с торжественного митинга на площади труда. 3 числа, конечно, уже мы с вами возложим традиционно цветы и венки к вечному огню. Мы с вами почтим память минуты молчания. И с момента торжественного церемониала мы переместимся уже на площадку улицы Портовой, где распахнет дверь после реконструкции спортивный комплекс училища Олимпийского резерва областного. И это будет еще одним подарком спортсменам Гомельской области, учащимся училища Олимпийского резерва и всем жителям города Гомеля. Вот такой замечательный объект, который является сегодня многофункциональным, необычным и который, конечно же, я думаю, что горожане оценят. Основные мероприятия будут проходить здесь, в нашем любимом и замечательном парке. На Киевском Спурске разместятся выставки детской школы искусства города Гомеля. На фонтане возле лодочника Белорусский республиканский союз молодежи проведет традиционную свою акцию в Шиванке. И я тоже приглашаю всех гомельчан и гостей нашего города на этот необычный перформанс. Вся набережная будет разбита на зоны, спортивную зону, игровую зону, на которой будут представлены наши учреждения образования, музыкальные школы. И я думаю, что каждый гомельчанин от самого маленького до самого взрослого найдет для себя по интересу ту точку, ту зону, которая, конечно, будет специально работать в этот день для наших людей. А вечером на набережной реки Сош пройдет концерт, апофеозом которого станет церемония вручения ежегодной премии «Человек года». За пять минут до 23 часов стартует акция «Споем гимн вместе». После ее завершения небо озарит фейерверк. В этом году программа празднования Дня независимости будет состоять не только из традиционных, но и абсолютно новых, уникальных мероприятий. Программа до торжественной части будет строиться по принципу практически народного караоке. Впервые в Гомеле на набережной будет проходить церемония награждения лауреатов премии «Человек года Гомельщины». Это впервые. А также впервые в Гомеле на набережной будет проходить вся торжественная часть. И мы будем строить весь концерт на словах гимна. Это наша уникальность. Учитывая пока еще сложную эпидемиологическую ситуацию, названия творческих коллективов и имена хедлайнеров праздника будут известны буквально накануне Дня независимости. Но самое главное, что праздник наш общий. И об этом 3 июля будут вспоминать в каждом уголке нашей страны. Вы смотрите «Диалог». Инга Завгородняя, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского госполкома. Сегодня у нас в гостях. И у нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Меня зовут Герасим. Я хотел бы Инге Сергеевне задать вопрос. Но сначала хочу поздравить Ингу Сергеевну и всех вас с наступающим праздником. Ждем независимости. Спасибо. И хочу задать вопрос после небольшого святого творения. Моя Беларусь, какие тут озера и дубравы, поли, как хвали моры колосятся. Нема другой такой державы, где так пригожи люди веселятся. Такой земли не бачив я нигде, не шуи мовы, пригожи в свете. Со святом землезалежности тебе. Самая налепшая краина на планете. Инга Сергеевна, что для вас День независимости и как вы лично проведете этот день? Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Ну, конечно, День независимости для меня, как для гражданина страны, государственный важный праздник. А как я его проведу? Проведу традиционно на рабочем месте. Там, где будут проводиться мероприятия, где будут происходить различные культурные акции. Мы стараемся, чтобы у всех горожан и гостей нашего города и области было хорошее настроение. Спасибо за вопрос. Поэтому очень четко должны быть выполнены все требования безопасности в этом году. Этому особое внимание, конечно же. И поэтому даже те мероприятия, которые всегда проходили в зале, в этом году перенесены на свежий воздух, на улицу. Ну, может быть, оно даже и к лучшему, как вы думаете? Может быть, и в дальнейшем придерживаться такой стратегии? Ну, вы знаете, Ольга, я бы не сказала, что они перенесены на улицу. Да, конечно, некоторые корректировки мы внесли. Скорее, мы ограничили проведение мероприятий в помещении. И за счет этого увеличили количество мероприятий на улице. Ведь у нас же работают учреждения культуры. И музеи, и библиотеки, и клубные учреждения. И традиционно летом, тогда, когда каникулярный период, когда у нас летняя кампания здоровительная, детки все равно приходят в учреждения. Конечно, чаще это была форма такого уличного развлечения, какого-то досуга, организованного на свежем воздухе. В этом году, да, действительно, День независимости именно концерт с торжественной его частью и вручением премии Человек-года перенесена на улицу. Ну, как говорят, хочешь рассмешить Бога, расскажи им о своих планах. В данном случае мера вынужденная, но мы посмотрим, как реагируют на это жители. Прежде всего, мы мероприятия готовим для кого? Для наших жителей. Если найдет положительный отзыв, если мы увидим, что эта форма интересна и нужна, почему нет? Ну, то есть понаблюдать за торжественной церемонией. Конечно. Смогут все желающие. Да. Достаточно 3 июля прийти на набережную. Да. И увидеть. И поучаствовать. И поучаствовать. Но самое главное, конечно же, не забывать все-таки о мерах дистанцирования, о соблюдении масочного режима, и чтобы не испортить себе эти прекрасные летние теплые дни уже, в общем-то, на склоне пандемии, чтобы, не дай Бог, не заболеть. В этом году, конечно, пришлось переориентироваться всем творческим коллективам и находить какие-то другие пути, чтобы их услышали, увидели их зрители. Концерты онлайн в этом году начали практиковать очень многие коллективы и сонные исполнители. Как вы думаете, насколько такая форма оказалась востребована слушателями? Абсолютно верно. Опять же, есть у нас флагманы в этом направлении, которые и до сих пор такую форму практиковали. Сейчас она набрала оборот за счет того, что, да, особенно международные какие-то мероприятия ограничены перемещением по территории. И, конечно, очень многим пришлось по душе, потому что, ну, не секрет, для того, чтобы провести хорошее мероприятие с участием каких-то зарубежных гостей, безусловно, их нужно принять, обеспечить все условия для этого. В данной ситуации вот у нас, могу отметить, и все наши областные учреждения, и районные, особенно вот у нас Добружский район, так как он приграничный с Россией, очень активно ведет вот эту работу с городами-побратимами, с коллективами, с которыми дружат, буквально телемосты устраивают такие творческие со своими коллегами. И, наверное, это не столько вынужденная, сколько необходимая мера, я бы так сказала. Прогресс не стоит на месте, и, конечно, время требует. Ну, и ситуация эпидемиологическая нестабильно подтолкнула к тому, чтобы развивать это направление, и довольно успешно, причем не только в концертной деятельности, но и в библиотеке, музеи наши тоже подхватили, поэтому я только рада. Ну, вот музею, наверное, провести виртуальную экскурсию проще, чем, к примеру, труппе театральной, работать не на зрителя, как они привыкли это делать, а работать на монитор, да, в пустом зале. Ну, это же вот, наверное, не так вдохновляет. Ну, безусловно, да, хотя, опять же, определение виртуальной экскурсии – это что? Это предварительно проведенная съемка. А если мы говорим о мероприятии действительно онлайн, то музейному работнику точно так же нужно перемещаться по залам, рассказывать зрителю, скажем так, да, культурному, рецепиенту, тому, кто находится за камерой. Поэтому, конечно, человеческий фактор, безусловно, работает. Ну, главное, что люди не ушли в творческий отпуск, не впали в панику от того, что потеряли возможность общения с посетителями на это время, а стали искать какие-то новые формы. Они современные, они востребованы, и после того, как пандемия наконец-то уйдет и забудется, я думаю, что вот этот инструментарий, который деятели культуры и искусств приобрели в это время, он все равно сохранится и останется для того, чтобы использоваться в дальнейшем. Однозначно, Ольга, останется. Наверное, это примет, может быть, какие-то некие другие формы, но то, что это востребовано, и это, наверное, уже действительно такая жизненная необходимость пользоваться такой возможностью, однозначно сохраним и будем развивать. Ну, вот, а что сложнее гораздо, так это зарабатывать онлайн, потому что, конечно, перед учреждениями культуры тоже стоит такая задача – зарабатывать, показывать свою выручку, показывать прибыль. Подозреваю, что в этом году у администрации учреждений культуры настроение не очень хорошее по этому поводу. Да. Что с показателями платных услуг и какие варианты выхода вы здесь видите? Действительно, коснулось это не только предприятий, но и учреждений отрасли. Безусловно, это так, поскольку, опять же повторюсь, мы работаем для зрителя, для посетителей. Конечно, когда рекомендация звучит ограничить посещение массовых мест скопления людей, соответственно, таковыми является учреждение культуры. Безусловно, это бьет, как говорят, по карману. Ну, для того, чтобы правильно вы отметили, творческий процесс не останавливался, это невозможно. В принципе, какой-то период паузу взять можно, но остановить это невозможно. Поэтому, конечно, коллективы работали. Безусловно, такой самой популярной формой является, конечно, это онлайн спектакли, онлайн концерты, какие-то посещения, экскурсии и так далее. Ну, а что касается форм зарабатывания денег, ну, как пример, могу привести автокинотеатр. Мероприятия и сеансы проводятся на свежем воздухе, либо в собственной машине, так или иначе люди все равно перемещаются, ходят на работу. Ну, и, соответственно, имеют возможность, купив билет, приехать на такой вот показ фильма. Ну, и там билет не от количества зрителей, а за машинное место, что, в принципе, достаточно экономично. Для семьи, например, более выгодный вариант, чем отправиться в кино. Есть у нас вопросы, которые пришли на Вайбер. Будет ли на День независимости салют и праздник в Светлокурске? Безусловно, все районные центры проводят мероприятия, проводят их на улице и завершают фейерверком, да. Будет в каждом районном центре у каждого своя программа. Да. И с ней наверняка можно на сайте райисполкома ознакомиться. Безусловно. Да, в широком доступе в интернет. Онлайн-культура, что-то меня не впечатляет, хочется увидеть и услышать артиста вживую. Да, это действительно другие ощущения, но тут нужно особое мастерство для того, чтобы... Да, Ольга, мы об этом говорили с вами. Ничто не заменит человеческие глаза, руки, слова и... И энергетику. Да. Очень жаль, что так и не состоялась премьера Вишневого сада в нашем драматическом театре. Ждем. Ну, вот я, насколько помню, премьера состоялась, но без зрителей. То есть, опять же, на официальной странице драмтеатра на YouTube можно было смотреть спектакль. Да, именно так. И, уважаемые наши посетители, гости, скоро у нас открытие сезона театрального, поэтому актеры никуда не делись. Спектакли, репертуарные афиши все в полном составе, как говорится, поэтому милости просим. Без концертов, конечно, грустно, но не рановато ли? И начались у нас праздники городские, интересуется наш телезритель. Ну, вот для тех, кто тревожится, мы о мерах безопасности говорили. То есть, все, что касается дистанцирования, будет соблюдаться. Да, безусловно. Портер, да, будет расставлен таким образом на набережной реке, чтобы соблюсти все рекомендуемые нормы. И, опять же, мы ушли абсолютно от всех мероприятий, которые традиционно проводились в помещении. Давайте продолжим. Одно из очень популярных сейчас направлений развития культуры во всем мире – это возрождение народных традиций. И, конечно же, речь идет и об обрядах древних, которые были распространены на территории нашей области. И о традициях ткачества, которыми Гомельщина известна во всем мире. И о фольклоре, и о музыке, и о песенном фольклоре. Участвует ли управление в этих процессах, или все это на откуп энтузиастов и администрации музейных учреждений отдается? Ну, вы правильно, Ольга, употребили два слова. Управление – процесс. Процесс управления на то и существует, чтобы процесс организовать. Где-то я уже говорила о том, что с удовольствием управление присоединилось бы к энтузиастам. Поехали на недельку-другую с каким-нибудь там фольклорной экспедицией собирать песни, танцы. Но у нас, к счастью или к сожалению, другие функции. Безусловно, мы не можем не участвовать, потому что люди так или иначе, те, которые хотят, скажем, в этом процессе поучаствовать и получить какой-то результат, безусловно, это дело должно быть организовано. Как пример, не секрет, знаете, что у нас на территории области проводится международный фестиваль фольклорного искусства «Зов Полесье» и «Берогиня» – республиканский фестиваль. Да, культурные бренды нашей области. Конечно. Так вот, в рамках этих мероприятий традиционно всегда проходят либо конференции, либо какие-то экспедиции фольклорные, которые собирают, вот как вы сказали, энтузиастов. И, безусловно, любая импровизация – это хорошо спланированная импровизация. Поэтому в программе мероприятий предусмотрены такие, значит, акции, в которых, да, фольклористы и, кстати говоря, очень много молодежи сейчас этому уделяют внимание, это так вот модно сейчас. Безусловно, управление, да, участвует, управление планирует, конечно, приглашает каких-то, если требуют того программы фестиваля, может быть, представителей научных учреждений. Поэтому все, само собой, получиться не может. Для этого должны работать абсолютно все службы. Мы стараемся этому помогать делу. Ну, вот как раз на один из древних обрядов обратили особое внимание. В прошлом году он был включен в ЮНЕСКО в список ценностей культурных, которые требуют особых охранных мер. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Что имеется в виду, что это подразумевает для конкретного обряда и для региона в целом? Да, действительно, Ольга, такой обряд юревских хоровод, да, он бытует в селе Погост Житковичского района. Что означает? Означает это то, что действительно самая такая солидная организация, которая занимается сохранением, признано то, что сам по себе обряд является действительно вот той единицей, той сакральной, аутентичной единицей, которая требует пристального внимания. Понятное дело, что в области, в целом, наверное, это процесс такой, в масштабах республики активный идет урбанизация, молодежь разъезжается. Естественно, все наши аутентичные какие-то элементы, они теряются, потому что некому передавать. Так вот, ЮНЕСКО обращает внимание на подобные элементы с той целью, чтобы создать условия для бытования того или иного элемента, на который обращено внимание. Кстати говоря, наш республиканский фестиваль фольклорного искусства Бирогини, он проводится как раз-таки, опять же, под патронатом ЮНЕСКО, если мне не изменяет память, с 2016 года, что тоже накладывает особые, конечно, и, скажем так, традиции сохранения тех или иных моментов, которые включаются в программы этих мероприятий. Определенные условия должны быть выполнены. Да, это очень ответственное дело, и это очень непростое. А об этом потом приходится давать отчет перед ЮНЕСКО о том, что меры приняты, мы сохраняем обряд? Да, у нас в учреждении областной центра народного творчества есть специалисты, которые выезжают ежегодно и проводят мониторинг этих культурных элементов, обрядов и фестиваля. И, конечно, все это составляется в базу данных и, безусловно, имеет отражение в справках. А что еще из объектов именно нематериального нашего культурного наследия считается достойным всемирного внимания? На мой взгляд, очень многие наши и обряды, и, может быть, и песенные традиции, как вы правильно называли, то же самое наше неглюбское ткачество заслуживает внимания. Но, повторюсь, этот процесс очень непростой, и нужно выдержать определенные условия, при которых, да, можно говорить о том, что данный объект будет включен в список. Это должен быть уникальный и аутентичный элемент, единица. То есть никакие отклонения в пользу, скажем так, замены чего-либо, если это ткачество, значит, оно должно быть исконным абсолютно, и подтверждающие материалы должны соответствовать. То есть это даже, я бы сказала, такая очень сложная научная работа и подход серьезный. Поэтому... Вообще у обрядовых действий, у народных праздников, у фольклора, у традиций сегодня действительно, наверное, какое-то второе дыхание, новая жизнь. Это очень популярно и востребовано. Праздник Ивана Купала будем отмечать в этом году? Будем отмечать в этом году, да. И в том числе и в гости будем ездить к своим соседям. Всем известный праздник Александрия собирает друзей. Он традиционно посвящен Купальскому празднику, поэтому наша творческая делегация примет участие в празднике. Ну и сами, конечно. То есть стоит следить за афишей? Праздник состоится. Ну, вот я даже не знаю, что проще, что сложнее, нематериальные объекты сохранять или материальные восстанавливать, потому что здесь, ну, очень о больших средствах, как правило, идет речь. Из пяти с половиной тысяч объектов, которые включены в государственный список историко-культурных ценностей нашей страны, на территории Гомельской области находится около 900. Инга Сергеевна, в каком они состоянии и каким сегодня уделяется пристальное внимание? Если быть точной, 880 таких объектов у нас. Если мы говорим о материальных объектах историко-культурной ценности, то, конечно, да, действительно, есть объекты, как вы правильно сказали, очень объемные, имеющие ценности. И, безусловно, это сопряжено с поддержанием их в хорошем состоянии. Естественно, финансовую составляющую никто не отменял. Очень стараемся, источники финансирования разные. Как пример могу привести, закончилась реставрация часовни, усыпальницы в нашем парке. Мы для того, чтобы завершить все эти работы реставрационные, они очень дорогостоящие, они очень, скажем так, долгие, поскольку, понятна разница, да, между реставрацией и ремонтной работой. При приглашаются специалисты определенного уровня, определенного знания. И, в общем-то, конечно, проводится большой блок работ. Мы обратились в фонд по поддержке культуры и искусства при президенте Республики Беларусь. И для того, чтобы завершить работу на этом объекте, нам были выделены деньги. Объект наш, который у всех на слуху в Юровичах, коллегиум иезуитов, тоже такой достаточно объемный и очень сложный по своим видам работ объект. Дорогостоящий объект, имеет два источника финансирования. Это республиканский и местный областной бюджет. Очень стараемся, но, конечно, охватить все просто невозможно. Будем выстраивать приоритеты и уделять внимание по возможности всем. В Юровичах, кстати, там уже, по-моему, близится к завершению реставрационная работа, да? Еще долго, да. Но работа идет, и это радует. Инга Сергеевна, есть сообщение на нашем вебере, и это тоже радует. Давайте уделим им внимание. Отличный ход придумали у Дворца Румянцевых и Паскевичей. Выставки и перформансы проходят сейчас на улице в парке. Да. Да, действительно, отличный ход летом. И для этого все в парке есть, и балкон, и пандус перед центральным входом. Почему нет? Ну, не всем повезло, так как повезло Дворцево парковому ансамблю. Очень нравятся онлайн-проекты Тим Театра, жду, не дождусь, когда вернутся их атмосферные спектакли. Ну, хочу сказать, что атмосферные спектакли никуда не уходили. Опять же, спектакль проходит в помещении. И для того, чтобы мы выполнили все рекомендуемые нормы, используем этот период, я его называю «Затишье», для того, чтобы подготовить, может быть, какие-то новые проекты, новые премьерные спектакли, идеи какие-то обсудить. Это тоже требуется время, и достаточно много, поскольку здесь завязаны специалисты абсолютно разных направлений. Поэтому, как только улучшится наша эпидемиологическая ситуация, театр никуда не исчез, он продолжает свою работу на базе Дворца культура Белецкий. Действительно уникальное время, потому что когда еще была такая возможность взять паузу, спокойно что-то обсудить, подумать, написать, подготовиться, приобрести, когда нет. Вот такого бесконечного круговорота, какой-то гонки, когда от одного фестиваля до другого буквально неделя. Есть свои плюсы в этой ситуации в том числе. А библиотеки сейчас работают в прежнем режиме? Да, библиотеки работают в прежнем режиме. Единственное, уже на усмотрение, скажем, того или иного населенного пункта, руководители смотрят по объему посещаемости и могут по просьбе того же самого населения, библиотечки есть у нас и маленькие, в маленьких населенных пунктах, поменять режим работы. Но эти учреждения работают и по-прежнему оказываются виды услуг. И последнее сообщение в списке. Когда начнет работать Гомельский цирк? Да, вот действительно по цирку мы очень соскучились. Гомельский цирк традиционно летом у нас всегда уходит в отпуск, как любое театрально-зрелищное учреждение. Поэтому будем надеяться, что стабилизация эпидемиологической ситуации и поспособствует тому, что приедет к нам новая программа, как это обычно и бывает. Осенью. Осенью, да. И выражаем соболезнования коллективу Гомельского цирка в связи с их потерей, их руководителя Якова Лобовича, который более 30 лет бессменно руководил этим коллективом. И он был одним из лучших действительно и в стране, и я думаю, что и среди стран. Личность. Да, действительно. Несполнимая потеря, да. Да, которую заменить невозможно. Ну, осенью начнется новая страница в истории коллектива. И сейчас такой период, когда после учебы на работу приходят юные, начинающие, амбициозные, креативные, полные планов, вдохновения, специалисты в области культуры. Наверное, в этом году им, как никогда не было тяжело их предшественникам будет, потому что не совсем понятно, да, за что же браться, что же делать. Сколько у нас молодежи в этом году пополнят учреждения культуры в области? Хочу вам сразу сказать, что если мы говорим об учреждениях культуры, образовании сферы культуры, вот это наши СУЗы, которые находятся на территории области, то у наших выпускников стопроцентное распределение. Другой вопрос в том, что, могу сказать, по прошлому году было распределено 167 выпускников при потребности 242 человека. То есть мы посчитали 76% примерно удовлетворена заявка. Конечно, что говорит, проблема есть закрепляемости кадров, она чаще сопряжена с тем, что отсутствует жилье в том или ином населенном пункте. Но хочу сказать, что одним еще из главных факторов закрепляемости является внимание к тем, кто приезжает на работу впервые. И здесь я всегда обращаюсь к своим уважаемым коллегам, работникам культуры, руководителям и прошу их о том, чтобы они уделили внимание молодому специалисту, приняли его как родного, подставили плечо, рассказали, что к чему. И просто по, скажем так, по-матерински, по-отечески где-то поддержать. Потому что первое место работы очень многое значит. Его не забудешь никогда. Это точно. И, наверное, то, как дальше будет складываться твой профессиональный путь, как ты будешь относиться к этой работе, к людям, которые рядом с тобой. Ну, очень многое зависит от того, как тебя приняли на первом рабочем месте. Инга Сергеевна, ну что ж, в завершение нашей беседы я вас прошу поздравить наших телезрителей с Днем независимости. Я это сделаю с огромным удовольствием. Уважаемые дорогие жители нашего города, нашей области, коллеги, хочу, конечно, прежде всего пожелать вам крепкого здоровья. Любите свою страну, любите людей, которые в ней живут, любите свои семьи. И тогда, наверное, в душе, не, наверное, а точно, будет комфортно и полная гармония. Наверное, это называется слово счастье. Поэтому поздравляю вас с Днем независимости, всех благ и, самое главное, здоровья. Берегите себя. Спасибо огромное за сегодняшний диалог. Я желаю успехов в реализации всех творческих планов. Спасибо, Ольга, взаимно. У нас в гостях была Инга Завгородняя, первый заместитель начальника Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облсполкома. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова